Российская премьер-лига начинает выходить на новый уровень, где многолетние лидеры могли за счет опыта, наглости или мастерства игроков взять верх над более бюджетными командами, которые звезд с неба не хватает, а просто играют или выживают. Теперь все намного тяжелее, теперь даже игра в полсилы для более сильной команды может аукнуться непредвиденными потерями очков. Вопрос только в том, вырос уровень команд, середняки и аутсайдеры стали прибавлять или сдают лидеры. Спартак имеет в своем активе три поражения вподряд, от обогнавшего их Краснодара, от уже не такого грозного рубина и тут в Томске проигрывают одноименной команде. Еще 8 туров назад Спартак отставал на одно очко от лидера, а теперь рискует остаться без Еврокубков. Давайте попробуем понять, почему все так. Начнем с состава. Многие могут задуматься, что в московской команде проблема с составом, травмы или дисклификации. Но нет, здесь все здорово. Правда, иногда состав тасуется. Но все лидеры в норме, играют и Мавси Сианы, Хурада, Тина Коста и Дмитрий Камбаров. Скажете, он слаб? Но именно эти парни громили Динамо и ЦСКА. Выигрывали 4-2 у Зенита и забивали 6 мячей Волги. А сейчас они проигрывают Уралу и Тереку. Нет, тут что-то другое. То, что не лежит на поверхности. Увольнение Карпина. Валерий уже не первый год заставлял играть Спартак в футбол. Ведь глядя, что происходит после его ухода, иного слова не подберешь. Но и при Карпине пошли поражения в чемпионате и в кубке Атосна. Решили расстаться со специалистом, многие подумали, что будет лучше. Но все еще стало страшнее для красно-белых. Карпин – это типичный тренер-тират, который следит за своими игроками, заставляет тренироваться и играть. Постоянно в игре дает указания и требует конкретных действий от игроков. У таких импровизировать не получится. Но в пример леги сейчас спрос на таких специалистов. Возможно от того, что они дают хоть какой-нибудь мгновенный результат. А возможно ввиду менталитета. Хотя я отношусь к этому с иронией. Сейчас меняется общество и тренер-тират. Это прошлое, как в европейском, так и в российском футболе. Сейчас нужно учить, а не требовать. Ведь если взглянуть на молодежный чемпионат мира, то можно увидеть, что немецкие или голландские специалисты, выставляя 16-летних парней, не дают в принципе никакой персональной установки. Они говорят «играйте, парни!» для того, чтобы дать молодым время импровизировать на таком уровне. Если взглянуть в чемпионат Германии, то там молодой игрок не боится брать инициативу на себя. А талант там растет, понятное дело, быстрее. Ведь там вложено много денег и усилий. В итоге, у них игроки на постоянной основе появляются практически в каждой команде. А у нас звезды молодежки. Вовсе сидят на скамейке запасных. И получают призы лучшему молодому игроку. Или вовсе пропадают из поля зрения. Но таких тренеров сейчас много, которые говорят, что футболистов нужно заставлять, следить за ними и закрывать на базах. Петреску, Карпин, Черчесов. А футболисты – это не дети. Игроки и профессионалы, которые имеют контракты и получают большие деньги. Но есть еще один интересный факт. Каждый раз, когда такие тренеры-тираны уходят, команда попадает в игровую пропасть. Вспомним Терри, который при Черчесове бился за каждое очко. И тут после ухода Черчесова начался коллапс. Команда проигрывала, находилась в зоне вылета, и перспектив в ближайшее будущее не проглядывалось. Но со временем Рахимов смог наладить игровую форму и мотивировать игроков. Сейчас то же самое проглядывается и со Спартаком, и с Динамо. И вот уже Амкар начал сдавать. Складывается такое ощущение, что игроки устают от тренера, который постоянно требует и не дают времени на импровизацию. Нет доверия, и когда такой тренер уходит, команда расслабляется, и поначалу не может вернуться в нужное русло. Но Спартак начал проигрывать до ухода Карпина. Неужели игроки устали от тренера? Финансовый вопрос. Поговаривают, что есть и денежные вопросы в футболе и наших сильнейших клубах. Ходили слухи, что в ЦСКА задерживали зарплаты. Но вряд ли все бы было так тихо. СМИ давно разузнало и рассказало нам о Спартаке. Вопрос в другом. Возможно, действительно, денег нет или не платят. А может, приняли решение. Для стабилизации финансовой части Спартак вынужден кого-то продать. Возможно, игроки уже знают, кто попал в черный список. Поймите. Когда ты начинаешь играть не в полную силу, или беречь себя, убирая ноги из борьбы, это сразу видно со стороны. Вот правда, зачастую создается ошибочное впечатление. И такую игру списывают на ненастрой команды или игроков. А сейчас уровень российского чемпионата вырос. Если ты не готов биться до конца, то даже Томи способна бой дать любой команде. Футболисты и профессионалы. Если они не получают деньги, то я уверен, что уже рисковать своим здоровьем они не будут. Мотивация. Это, скорее всего, относится к отставке тренера. Но она объясняет, почему Спартак начал проигрывать до ухода Карпина. Спартак начал сезон очень уверенно и шел долгое время на вершине турнирной таблицы в чемпионате страны. Появились надежды у болельщиков, тренеров и самих игроков на долгожданный титул и шанс. А тут началась чехарда. Поражение в чемпионате от середняков, надежды на кубок разрушает клуб из второй лиги. Вот именно в этот момент могли опуститься руки у игроков. И сезон для них закончился. Что даже Карпин не смог найти мотивацию для футболистов. Даже ротация не может вернуть былую форму или настрой. А это в футболе половину результата. Не просто после матча с Кубанью игроки из Краснодара отмечают свое желание победить. Но у них нет турнирной мотивации. Выходит, что просто желание победить сейчас сильнее. Желание Спартака зацепиться за Еврокубки. Много можно рассуждать, но видно, что проблемы идут не только от игроков и тренеров. Нужно что-то менять. Вот только нужно и понять, что именно нужно менять. И самое главное, смотрите футбол. Любите футбол. Субтитры сделал DimaTorzok